Всем привет! Сегодня 26 июля. Хочу показать вам моих гномов. Вот такие у меня гномы. Конечно, хочу поделиться двумя своими ошибками. Тот, кто будет сажать их в первый раз, чтобы не допустили. Вроде бы все прочитала про гномиков. И для себя сделала вывод, что посынковать их не надо, и сажать можно густо. Что я и сделала. Густо посадила и не посынковала. И в результате у меня вырос такой лес. Это просто лес. Впоследствии нижние пасынки пришлось все-таки удалять. Потому что из-за такой загущенности они были не совсем полноценные. И часть их пришлось удалить. Потом начала удалять все листья. Потому что это какой-то ужас. Тут все увешано помидорами. Тут просто все в помидорах. И темно, и густо. Вообще-то, конечно, я в восторге от этих гномов. От всех. Вот этот гном-стринги. Посмотрите, какой все-все-все-все-все в помидорах. Еще, конечно, они оказались выше, чем я рассчитывала. Палочки оказались короткими. В общем, учусь. Учусь. Так что тот, кто будет сажать, внимательнее еще изучите гномов. Одно можно, конечно. Если не посынковать, то надо посадить очень редко. А если уже оставлять, вернее, посынковать, тогда можно посадить погуще. Но вот эта вот ошибка, которая у меня... Ой, это свет так светит. Листики здоровые. Ошибка, которую я сделала, это, конечно, то, что и густо, и не посынковало. Так, а сейчас еще пройдем... Ой, пройдем к гномам, которые я посадила в мешки. Так, а это гномы, посаженные в мешках. Чувствуют они себя лучше. Это вот пурпурное сердце. Им здесь и света побольше, и места побольше. И проблем с ними поменьше, да, то есть... Такие красавцы. Тоже все в помидорах. Вот, хотелось поделиться своими ошибками. Если будет кто-то сажать первый раз, чтобы, конечно, хорошо продумали. Но в мешках им явно нравится. То есть вот каждый сидит в мешке, где-то по 20 литров, и чувствует себя прекрасно. Ну, вот такой у меня обзор на сегодня. Всем спасибо. Все подписывайтесь. Давайте общаться. Буду очень рада на комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok